49-й лыжный марафон состоялся в Мормонске. Участники гонки бегут в свободном и классическом стилях. На такое событие съехались спортсмены-любители и профессионалы со всей России и Белоруссии. Среди них Денис Спецов, Иван Якимушкин, Алексей Шемякин, Никита Крюков, Алексей Петухов, Александр Панжинский и Анастасия Кулешова. Самый северный марафон в истории лыжных гонок России проходит аж с 1974 года. С уверенностью можно сказать, что Мурманский лыжный марафон – одно из самых грандиозных и ярких событий, которые ежегодно проходят на территории Мурманска и на которые съезжаются со всей России профессиональные спортсмены, а также любители лыжного спорта. Я уже, наверное, раз седьмой участвую. Ощущения отличные, присутствует небольшое волнение, погода хорошая, надеюсь, что снег нам не будет вставлять палки в колеса. Впечатления отличные, настроились, приехали издалека, хотим побежать, получить массу эмоций, как-то так. И самый главный вопрос, вы первый раз в классе? Нет, третий раз. Прекрасные эмоции, думаю, после они будут уже не такие хорошие, потому что будет тяжело, все-таки такие круги, погода сложная, может кто-нибудь налетит, но сейчас все прекрасно. Который раз вы у нас уже бежали? Второй раз, в прошлом году 25 классикой бежала. Здорово, здорово. Ну, вас впечатлило, вы решили вернуться? Да, на 50 уже, чтобы наверняка. Около двух тысяч спортсменов в первые и во второй дни приняли участие в гонке свободным и классическим стилями на дистанциях 25 и 50 километров. Настоящий праздник спорта, наш замечательный, популярный 49-й уже марафон. Я, конечно, желаю всем участникам добраться до финиша с хорошим результатом, ну и всем болельщикам праздника, потому что действительно настоящий спортивный праздник. Это ощущается по атмосфере, несмотря на непростой ветер, снежок и такую настоящую северную погоду. Что ж, спортсмены готовы и в нетерпении ждут выстрела. Итак, друзья, все внимание, давайте послушаем, как бьются ваши сердца. Старт дан. Цветные реки лыжников потекли по снежному склону. По словам организаторов, впервые с начала пандемии на марафон такой большой спрос. Выкуплены все заявленные слоты. У нас действительно в этом году полный аншлаг на нашем марафоне. Мы такого давно уже не видели у себя. Это нас действительно радует. Ну и, конечно, приятно видеть в этом году у нас большое количество именитых спортсменов. У нас принимают члены сборной команды. Такие спортсмены, как Денис Спецов, Иван Якимушкин. Мы очень рады, что спортсмены выбирают и находят время приехать поучаствовать в нашем марафоне. Конечно, наша северная погода в лучших ее традициях проверила спортсменов на прочность. Пурга, ветер и плохая видимость. Те препятствия, с которыми пришлось столкнуться лыжникам, не привыкшим к такой резкой смене погодных условий. Настоящую борьбу вели лидеры гонки. Обогнав всего на три секунды Ивана Якимушкина, победителем дистанции в 50 километров свободным стилем, стал олимпийский чемпион Денис Спецов. Третьим же, отставая на полторы минуты, финишную черту пересек чемпион России Алексей Шемякин. Сегодня была хорошая гонка, несмотря на то, что было очень довольно много осадков, много выпало снега, но отлично работали лыжи. Спасибо огромное Сергею, который здесь готовил нам лыжи. Ну и силы были, да, действительно, но убежать, грубо говоря, от Ивана негде было. Я много раз пробовал, пытался, но на втором круге мы догнали группу круговых, и то есть там постоянно то на спуске кто-то падал, то на подъеме шли параллельно, и сложно было обгонять. Но это все-таки не профессиональные лыжи, а любительские, поэтому нужно с этим считаться. И все-таки для людей сегодня огромный праздник, а мы только его участники. А вот победителем 50 километров среди женщин стала профессиональная спортсменка Анастасия Кулешова. Через три минуты ее нагнала Анастасия Прокофьева, а третье место еще через минуту выхватила лыжница из Белоруссии Анна Королева. Получилась очень хорошая гонка, на самом деле. Очень много положительных, потрясающих эмоций. Погода такая еще снежная, снежная, зимняя. Блин, очень классно, спасибо большое за организацию такого действительно праздника севера. В дальнейшем надеюсь, что будем приезжать почаще, каждый год, может быть даже. По словам организаторов марафона, они немного переведут дух и сразу же приступят к подготовке юбилейного 50-го мурманского лыжного марафона в следующем году.